здорово мужики сегодня начало ноября и небольшой такой блок конца сезона в общем сегодня погода уровень я бы сказал silent hill началось это еще вчера вечером и в общем безумнейший туман совершенно нереальный какой-то для москвы я когда в лондоне был там тоже примерно такая же погода была но все-таки гораздо меньше и бмвшники там себя попроще все-таки ведут чем в москве ребят вот вы говорите да вот как как раз это блок можно поговорить ни о чем вот вы пишете в комментариях типа вот надоели шутки про бмв про nissan и там и так далее ну а что я могу сделать но они же чудят сами как бы каковы как говорится купил не сам на чуде и попади в видео кондракова сам я же не виноват том что бмвшники чудики вот передо мной едет раз без поворотника полностью разбитый потом включил поворотник ну что происходит бмвшниками вы смотрите все остальные дик люди как люди доедут нормально вот но бмвшники ну чудики они маша я могу с этим поделать соответственно я их записываю выкладываю сколько снимаю столько и записываю но я же не виноват что блин каждый второй чудик в москве ездит на бмв или на ниссане или там на чем-то таком да вот это первое значит второе по поводу по поводу расписания моего моей работы так сказать да в течение года смотрите много вопросов возникает рассказываю как это происходит летом я в основном езжу записываю видосы потому что сезон в россии как ни странно ой в москве как ни странно летом в россии то он не только ли они только летом бывает но москве он только летом и соответственно ну надо записывать контент поскольку у меня лайв канал связан с ездой на мотоцикле они с около ездовой тематикой там я не знаю какой-нибудь там покупка выбор безопасность там что-то такое нет у меня чисто такой канал ездовой про езду вот поэтому я записываю видео летом это логично а выкладывая их соответственно в течение всего года то есть происходит как вот снимать сериалы в америке да я думаю во всем мире снимает сезон там допустим я не знаю зимой его снимают а летом тоже выкладывают там когда у них период наибольшей активности зрителей вот типа prime time только в план только глобальный prime time вот так же у меня происходит то есть я снимаю летом а выкладываю в течение года так что не удивляйтесь что видос с прошлого лета выкладываются чуть ли не там следующим летом потому что сезон начинается где-то в середине весны то есть 15 апреля и но соответственно пока я там сниму какой-то контент хотя бы там на 1 на 2 выпуске и вот вот монтажирую его то есть сделаю видос проходит какое-то время соответственно но чтобы видосы были постоянно я оставляю какой-то запас на это время так что видосы с нового сезона начинают выходить но не сразу тут ничего удивительного нету и контента получается много снимать потому что каждая вторая машина москве это бмв вот контента много получается снимать даже со сам не хочу а он как бы лезет в камеру поэтому вот так и получается по поводу езды может быть заметили что чуть по агрессивнее стал ездить ну даже я бы сказал с каждым сезоном у меня это нам получается само по себе что чуть-чуть по агрессивнее с каждым сезоном начиная начиналось все вы помните с ебрика 125 кубов 90 километров в час максималка вот и прошло все вот к текущей езде но это само собой получается как бы ребята даже не значит сказать есть такое да действительно есть такое получается само собой ничего не могу с этим сделать ничего не хочу с этим делать потому что хоть агрессивность повышается но и безопасность по моему мнению тоже повышается просто за счет опыта просто за счет накопления опыта если у кого-то это не так работает и кто-то там до ездил на литровом спорте а потом пересаживается на nc 700 honda и вообще спокойно себя чувствует нормально на ней чилит ездят 60 километров в час ну я вас поздравляю ребят но вот у меня вот все знакомые принципе тоже как и я идут идут вверх в своем развитии то есть покупать более мощные мотики более быстро ездят агрессивнее но при этом я говорю обычно и безопасность повышается если человек не совсем дурачок да просто совсем дурачки они как они обычно сразу у них все плохо то есть они покупают там быстрый мотик и сразу начинают дико на нем наваливать то есть не умеют но пытаются вот такая вот ситуация а люди чуть более адекватно они короче плавно плавно идут вверх и получается у них это нормально сделать но смотрите раз так бы я конечно раньше не пролез да но блин как бы все достаточно безопасно поэтому по поводу кипа тоже к сожалению у меня все наверное можно сказать хуже и хуже становится потому что в этом сезоне я щитки вообще не одевал в свои куртки в джинсы он у меня вся одежда естественно мотоциклетная то есть куртки джинсы штаны текстильные но щитки вот я в этом сезоне вообще не одевал то есть вот такая вот ситуация но это тоже происходит автоматически потому что щитки они ну во первых щитки бестолковые большинстве случаев вот у меня вся весь экип что есть да там щитки бестолковые то есть они маленькие не на своих местах сидят сползают ну то есть не держится на своих местах грубо говоря поэтому ну смысл их использовать и как то вроде как и не особо то они не мешаются но блин ты такой короче я весь сезон хочу ходить думаю ну все одену и все забиваю в общем хотя они лежат на самом деле вот перед одевай но сейчас уже на самом деле холодно вот вчера еще было хорошо прям а сейчас уже так прохладненько сейчас надо аккуратненько в поворот зайти офигенно офигенно просто не мотика это чума это просто чума ну сейчас нет не настолько холодно чтобы вот такие вещи нельзя было делать но просто ехать так уже прохладненько у меня обогревов нет на этом мотике никаких так что вот не мотик это топ ребят кто кто не купил мать много людей меня смотрят у кого но нет мотика сейчас еще пока да они как бы в основном все на пути к успеху то есть либо планируют либо уже копят деньги либо там сдают на права но вот у них еще нет мотика вот ребят давайте-ка не тормозите побыстрее это делайте потому что этот топ это топ по поводу безопасности никого не слушайте с у вас там отговаривают семья я не знаю женщина ваша никого не слушайте естественно расшибиться можно но в этой жизни расшибиться можно много где а не делать свое любимое дело только из-за страха да но это глупо как-то он по моему это очень глупо так что всем советую кто задумывается всем советую естественно сначала когда покупаете там первый мотоцикл то надо максимально в безопасность вкладываться не в плане денег а вообще в плане отношения то есть максимальный экип который возможно либо черепаха плюс куртка естественно штаны и перчатки шлем естественно либо хорошая куртка но реально хорошая но лучше черепаха на самом деле это дешевле будет и лучше лучше вот так что лучше черепаха плюс куртка и соответственно мотик не быстро и 1 даже если вам но даже если вы не молодой да уже перед 100 все равно мотик не быстро и об она об она не топ топ просто вот и ездить очень аккуратно первое время первое время это не не неделя это нет ни месяц не два месяца первое время это несколько лет даже если у вас авто опыт есть это вообще все не то авто опыт то есть естественно он дает какое-то понимание видение ситуации дорожной но вы сядьте на мотик вы ну как будто первый день родились то есть это вообще другое поэтому очень аккуратно очень осторожно вот и там уже дальше постепенно ну сами своей головой смотрите когда стоит там и если стоит что-то можешь повышать но не риск как бы сказать но в общем чуть-чуть там поменьше и кипа чуть это я аж потерялся блин как как он едет как умеет ащи просто это сман макса что ли машина типа переживший апокалипсис чуть аварий не произошло между прочим а говорят volvo самая безопасная машина а видите вплотную сейчас держался к мерину так что видите ребята за одну поездку сколько всякого контента собирается это я еще сейчас отвлекаюсь на разговор не особо не особо слежу за ситуацией ну то есть не за дорожной ситуация за ситуацию вокруг таскать вот все друзья ну такой чисто такой блок я не знаю даже буду выкладывать не буду посмотрим я иногда записываю подобный видос потом раз смотрю начата так не особо вроде интересно не выкладываю вот но надеюсь было интересно я все-таки его выложил в итоге как как эксперт как знаток могу посоветовать у вас желтый просто много чего на мотоцикле от вы выберете 95 желтый который или дизель желтый принципе тоже подойдет я просто ну как бы сами понимаете много чего знаю вот я у меня красный мотоцикл я красная выбираю сорта и как бы для power-менов но понимаете это тоже хороший вариант да тоже хотел синие так у тебя бакси не он видишь как бы свет проходит через него и бензин тоже синий становится ржавчина преломляется мотоцикл 2008 года я правду до сюда заливаю до серой до этой я заливаю вот так вот один раз 100 литров залив для потом просто мокрое что-то под ногами а ну то есть плохо искали спички так и поехали сдачи слушаю он там чел на десятка пускай оплатит скажем он залил скажем за его счет как в этом в тупом еще тупее мне кажется значит а почему мод больше двухста семидесяти не едет никак сейчас мари ручка то упирается в трассы придал я тебе говорю так то он 300 да да он не нужен он не нужен зачем тебе один только надо вот это натягивать тоже не стягиваешь его правильно блядь и вот так оторвать просто еще так ногой упереться блять оторвать кремль это где мы сейчас как я тещу объясню все объясню по-братски ну ты про за мной ехаешь а нам сейчас надо прямо просто проехать и правее потом ну ты не ошибешься это просто но если будешь ехать как бы бать это подскажет все готов дорога ужасная здесь я навсегда такое было чуть-чуть раньше вот ялза называлась я уже ринг то есть я уже кольцом потому что до приезжали на спартак на были интересные повороты летали сейчас это какой-то хлам ринг там асфальта вообще нет я не знаю когда ты про какие года ты говоришь про какой века потому что здесь всегда такая дорога была сколько я себя помню может на других участках она лучше блять не знаю не знаю там дальше короче с ту сторону ехать там ремонт идет уже и за вот я в институте учился он шел блять и он занимает половину этой дороги я не знаю о чем ты говоришь может 90 они на ежах там и носились блин туман кстати не успокаивается вообще ни разу туман вообще не успокаивается он кремля отсюда не видно допустим так только чисто очертания небольшие туманный кремле альбион я бы так это назвал картину то есть и 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 до о этом я и и давай я прямо я прямо тогда да давай респект уже до следующего сезона ну сейчас просто прохладно тем более он таксисты атакуют без поворотников ну и не только таксисты атакуют вот но сам главу сейчас да уж точно не только таксисты блин звук да звук то что надо вот не только таксисты атакуют холод еще атакует так что надо по домам в общем все вот так походу ну высокая вероятность что этот закрытие сезона у меня потому что потом неделю тепло на дожди а потом ну непонятно но там уже судя по датам просто дал ну должно быть уже закрытие сезона так что так так